Приветствую вас! Заранее прошу прощения за то, что мой ответ может показаться вам жестким, или может быть даже жестоким. Но я надеюсь, что вы отнесетесь к этому с пониманием, потому что, видите ли, что-то действительно серьезное, и только таким способом мне представляется возможным как-то вас подвигнуть на какие-то действия, тем более в связи с тем, что я с вами не работал, я вас не знаю, и, соответственно, об условленности вашей зависимости я тоже не знаю. И не вижу. По вашему описанию получается так, что вам нравится это положение. Вам нравится ваше состояние, вы не выходите из него, потому что по-другому вы не знаете, как и жить. Вы не умеете так никак жить по-другому. Вы говорите, что вы зависимы от него много лет. И, соответственно, если вы зависимы от него много лет, прямо много лет, значит, ну, наверное, чем-то эта зависимость обусловлена. И, в первую очередь, я так полагаю, что обусловлена она вашими отношениями с родителями. И если это так, а вы говорите, что вы переложили на своего молодого человека многие, ну, большее количество функций, да, то что-то заставило вас это сделать. И возникает вопрос, почему? Почему вы это сделали? Зачем вы переложили на человека свои функции? Ответ. Либо не хотели, сами, самостоятельно отвечать за свою жизнь, например, либо не хотели, либо, значит, либо не могли, не умели. И вместо того, чтобы научиться, вместо того, чтобы стать более самостоятельными, вы вместо этого, значит, что сделали? Вы вступили в отношении с мужчиной, который вас, естественно, использует, который вас, естественно, принижает и так далее. Так вот момент какой, знаете, действительно, немного странно было бы говорить вам, чтобы вы его, например, бросали, чтобы вы там сделали, ну, что-то еще и так далее. Если вы не умеете, вы не умеете этого делать, соответственно, у вас нет ресурса для того, чтобы жить без человека. И вот этот ресурс вам и нужно предложить. Этот ресурс вам и нужно предложить. Как бы место, место, где вам, ну, например, жить есть, вы живете без него. Теперь осталось только найти в комнате самое безопасное место, где вы могли бы расслабиться и в этом месте общаться с психологом на постоянной основе каждую неделю или даже два раза в неделю. Вот. Ну, может быть, даже не чихающие, если нужно. Для того, чтобы вы в психологе нашли опору не в мужчине, а в психологе. Нужно, чтобы через психолога вы получили ресурс для того, чтобы быть самостоятельно, постепенно, постепенно, получили бы этот ресурс. А для этого нужно, для этого нужно, чтобы вы доверяли психологу. То есть, мало, мало того, чтобы вы вот просто ходили на какие-то, ну, консультации. Но именно, чтобы вы доверяли человеку, чтобы вы могли ему рассказать все, вообще все. Всю историю своей жизни, отношения с родителями, безусловно, которые без преувеличения, без преувеличения можно назвать фундаментом для того вот, что с вами произошло. То есть, если бы не, ну, если бы не родители, если бы родители научили вас жить самостоятельно, скорее всего, у вас были такие довольно строгие родители. Либо строгие очень, либо ваша мама, она вела себя примерно так же, как вы. Ну, то есть, тут много, на самом деле, вариантов, гадать не буду. Вот. Значит, начать нужно с отношениями с родителями. Какую модель поведения вы вообще свою женскую видите, да? Какая модель поведения для вас приемлема женская? Какая вы женщина, вот, исходя из всего этого? Все это нужно пронабатывать, все это нужно обсуждать с вами. Понимаете? То есть, зависимость, сама по себе зависимость, это очень такое сложное образование, да, которое нельзя просто взять, видеть и все. Зависимость, это ведь определенные изменения психики. Эта психика, по сути, как бы готовая, или для которой, скажем так, возможно, для которой возможно, значит, полное растворение в другом человеке. И это определенные для этого должны быть условия, чтобы это было так. И это должны быть определенные понятия, чтобы это было так. Например, вы вот сразу сказали, да, что вы возложили на него функции своей жизни. Да, то есть, вот я сейчас даже процитирую. На котором возложили все функции, которые были самым близким. То есть, подпустили человека слишком близко к себе, да? Вот. Вот. Такой вопрос. Почему мы подпустились сильно близко к себе? Слишком близко, точнее. Вот и все. Но это нужно с вами выяснять. Вам нужно выработать ресурс. Ресурса нет. Ресурса нет. Любая зависимость – это потребность. И неумение, а потребность удовлетворять по-другому свою. А чтобы ее удовлетворять по-другому, ну, нужна возможность для этого. А если возможности нет, то о каком эффекте может идти речь? Ну, мы же взрослые люди, мы же понимаем, что сразу ничего не бывает. Это работа и зависимость. Вы не избавитесь ни за два, ни за три, ни за четыре сеанса, к сожалению, с психологом. Это, вот если говорить о работе, да, то это, наверное, больше психоаналитическая работа. А психоаналитическая работа – это работа гораздо длится. Если вы говорите, что у вас… Если вы говорите, что у вас нет эффектов работы с психотерапистом. А к психиатру вы пробовали обращаться? Непонятно. Вот, обратитесь в психиатрическую клинику. Запишитесь на прием психиатра. Чтобы он вас посмотрел. Чтобы он диагностировал, он вас зависит. Чтобы он монажил вам препараты. Чтобы при соответствующих препаратах с вами проводилось психологическое лечение. В том числе и в группе. Групповая терапия очень важна здесь. Там есть целое направление психологии занимается групповой терапией. Так что нужно делать это. Если не можете, допустим, в реальности сделать, делайте через интернет. Все это возможно. И групповая терапия в интернете возможна, и все. Там анонимно, не анонимно, с камерой, без камеры. Все это реально. Так что нужно действовать? Действовать. Только в ваших. В ваших только руках это. Вы ищите сообщение. У меня там, это не получается, то не получается, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. А что мы им сделали для того, чтобы это исправить? Вы приходите к терапевту, к психологу, и что? И ждете, что вам просто полегчает? Просто ждете. Вы не работаете. Вы не работаете сами, а значит вам это нравится. Понимаете? Вам нравится то, что происходит? Ну так это нужно менять. Пока вам нравится, пока вы не хотите что-то менять в глубине души, пока вы боретесь с психологами, либо поставили себе цель доказать, что вам никто не поможет. Ну вот, у вас действительно ничего не получится. Но не желание. Ну это вы хотели, вы пришли и сказали, я хочу избавиться от зависимости. Вот хочу избавиться от зависимости. Вот что мне сделать, чтобы избавиться? Вот скажите пожалуйста, как вот мне избавиться? И начинается работа. И не нужно там ничего отрицать, что-то отвергать и так далее. Не нужно. Это работа. Если пришли, например, к психоаналитику на прием, если вы становитесь его постоянным клиентом, да? Ну будьте постоянным клиентом. А сколько специалисты делают свою работу? Психоаналитики так и работают. Они вроде бы разговаривают. Вроде бы говорят ни о чем. Но какие-то вещи постепенно меняются. Незаметно. Однажды. Надо понимать, что изменения в психоаналитической работе, они не быстрые. Там вот по практике психоаналитики, там где-то после полугода-года изменений какие-то возникают. Вот. Все это, наверное, понимаете. Да? Да, все экономики удовольствие не из дешевых. Да, это не быстрая работа. Но вы же понимаете, что во-первых, во-первых, в плане таких аналитики вы найдете друга. Вы найдете наставника. Вы найдете помощника. Вы найдете успокоение, безопасность и так далее. И это в современном мире очень дорогого стоит. Но для этого нужно быть готовым реально это делать. А не так, что вы жалуетесь. Как бы... Вот. И все. Помогите мне. Помогите. Вот. Психологи и психотерапевты консультации бесполезны и помогите. 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 Так выйди к психологам и психотерапевтам обращаем. И как, как бы, как вы коррелируете то, что, значит, вам это не помогает, и то, что... Вы обращаетесь. Опять. К нам. Иже. Знаете, как у нас такой момент? Вот. Я именно, вот, из этого и делаю вывод, что... Вы... Сознательно не хотите ничего менять. Вы как, вот, как в мужчине видели источника, ну, я не знаю, чтобы вас выслушивали, чтобы вас поддерживали и так далее. Вот. Вы так же теперь пишите и эксперт, чтобы мы тоже вас поддерживали. Вот. Как. Ну, как ваш молодой человек. Вот. Это весь поведение называется эстероидность. То есть мне ну не лечение, помогите мне, но реально вылечиться я не хочу. Ну, так вы и понимаете, что без вашего желания ничего не будет, к сожалению. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что это было не слишком жёстко. Надеюсь, что вы не обиделись. Вот. И правильно постарайтесь воспринять то, что я вам сказал. Я желаю вам всего доброго. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вдруг надумаете на постоянной основе, на ближайшие как минимум несколько лет, выбрать себе психолога, то это может быть один психолог, с которым вы будете работать. И помните, что на выстраивание доверия между психологом и клиентом, между психоаналитиком и клиентом требуется время. Много времени. Вот. Поэтому, если вы выбираете кого-то, какого-то психолога, то выбирайте его уже на друга. Ходите к нему год, ходите к нему два года, три года, если нужно. Результат будет, обязательно будет. И любой результат для вас лучше, чем то, что есть у вас сейчас. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я вам желаю всего доброго, удачи и выбора специалиста, который приведёт вас к свободной жизни.